Я покажу одну связку, в которой есть множество элементов. Множество элементов, когда вы делаете какой-то прием, противник начинает сопротивляться. Очень часто, особенно те, кто плохо подготовлен, сделали нерезко, где-то выпустили, и прием не доделан. Ну вот, просто тычок, просто тычок. Вот ушли в сторону, да? И обычно начинаем вот тут баламывать. Упри здесь плечо. Ну так, чтобы я не смог сделать, привет. Вот прижал, я не могу, да? Вот режущая поверхность, вот его блогу. Все, поэтому все закончилось. Потом уперся, уперся. Применять только в горячих точках. Да. Рядом горло. Он убрал. Ушел. Ушел. Есть? Мы сокращаем дистанцию здесь. Рычаг уменьшаем. Вот, все готово, да? Если и это не прошло, снова. Раз, два, три. Раз, два. Грано или поздно, мы будем надеть им на нож, как бы не сопротивляться. Грано или поздно, мы будем выходить на левую ногу. Правда, уже почти все. Ну, понятно, что есть куча всяких приемов, но здесь заложены, как бы, вот три элемента. Три элемента, которые одновременно, если вы их знаете, вы их, если ошибаетесь в одном, используете в другом. Понятно, что есть другие. Пропустил, вставил зал, раз, и добил, и добил. То есть, если вы хорошо сделали, противник не успел чего-то, но страшно, что нож, он оказывает на вас, на любого другого, человекопсихологическое воздействие. Вот даже его блеск, почему блестящий нож для самообороны лучше, чем черный. Потому что, когда вы его вынимаете, скажем, вас обступили, вот сам блеск металла, он уже напоминает, что с этим ножом может быть сделано. Вот, и когда вы выведете нож, вопрос в том, вы готовы либо убежать, либо умереть. Если вы готовы умереть, ну, невозможно, убежать невозможно, надо защищать кого-то. Все, тогда вы ставите на кон свою жизнь. Потому что 90% случаев, что вы будете порезаны и тяжело. И только 10% случаев, что вы, может быть, что-то сможете сделать. Вот, если у вас ничего нет, а у противника нож, и убежать нельзя. Можно дистанции держать, но представьте себе ограниченные какие-то возможности. Какая улога может быть? Вот он вынул нож, а он готов вас убить. Или кого-то, говорит, он готов на ножок. Если он не готов, то это подарок вам. И какую-то долю секунды. Вот он вынимает. Вот просто даже за лезвие взяли. Он только начинает движение. Ай! Там, ломает, там, все. То есть здесь все, все идет. То есть вам надо уничтожить противника до того момента, когда он решил, что он вас убьет. Вот это психологическая вещь, которую надо знать. Ну, и простые элементы, их надо отрабатывать. Удар сверху, вверху. Обычный раз. Загнули. Другой рукой также можно захватить. Вот, можно просто на замахе сверху удар. Вот, и что он будет делать? Дальше у вас идет все, что вы хотите. Да, то есть вы его удерживаете. Ну, потом можно использовать нож. То есть первое сверху, вот эти заломы, заломы все. Есть там похитрее вещи еще, скажем. Похидорливый делаем. Раз, вот. И потом сюда. Вон, хорошо провернулся. Другие какие-то элементы. То есть вот, взяли двумя руками. И на том месте, где вы стоили. Вашли раз. И переворачиваем тыльной стороной пола. Ну, я вот на всякий случай предоеду колену игру. Все, дальше идут тычки. И вот, если с них начинаем тоже, мы все время уходим в слинии. И слиния так. Да, вот можно там какие-то дополнительные заломы. Обязательно просто бросим. Ушел нельзя. Держим контроль. Добиваем. Показываем, как... Или ломаем руку. Да, пока она не сломается, вырываем нож. И удар сбоку. Самый невровный. Да. Здесь надо уходить в отбежение. И бить сразу в горло. То есть для самообороны от ножа самое важное. Уметь бить пальцы в глаза, в горло. Пах. Неожиданный удар в пах. И, конечно, угольный удар. В голову, чтобы противник оплалился. Потому что вы запудали человека вот здесь. Делать туда. У него у самого вторая рука есть, да? Там бросок. Удар в пятый. В другую сторону бросок. Так. Руку ломаем так, чтобы она уже никогда еще не могла сделать. Удар сбоку самый неприятный. Хотя от него легче будет. Пусти просто вниз. Вот, но можно не успеть. Длинное движение. Если удар сбоку идет. По тому же, по той же траектории. Дальше есть хороший откидошный вариант. Вот, ну, могут быть и какие-то попроще. Просто ударный дел. Раз, сюда, сюда. Ну, и там ломаем руку. Естественно, нож упадает. Ну, все, что я вам хотел сказать. Спасибо за внимание. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok